Привет, друзья! Многие любят пожаловаться на свою работу, если она не устраивает по тем или иным причинам. Бывает разное. То начальник уже достал, то клиенты совсем непонятные и требовательные, то заказы какие-то заковыристые, то коллектив попался не очень. Думаю, все так или иначе с этим сталкивались. Одной из самых тяжелых профессий среди молодежи всегда считалась работа официанта. Неблагодарные клиенты, которые смотрят на тебя как на человека третьего класса. Дети, которые носятся по заведению и вот-вот сшибут тебя с ног. Повара, которые не успевают приготовить блюда, и тебе лично приходится отвечать, почему так долго. И при этом всем всегда необходимо держать улыбку на лице, и неважно, какое у тебя настроение. Но не всегда посетители заведения ведут себя несносно. Часто, напротив, любезно общаются с обслуживающим персоналом, заводя себе приятных знакомых. Не исключением стала и девушка по имени Лис. Очень часто она заходила в одно и то же заведение и сдружилась с официантом по имени Дилан. «Мне просто нравится здешняя атмосфера. Так спокойно, уютно, словно вернулась домой. И все свои, родные. После работы здесь прятаться самое то, тебя обогреют, накормят, еще и чем-то сладким угостят». Когда Лис в очередной раз пришла в заведение, то ничего не предвещало необычного. По привычке девушка села за свой столик, заказала кофе и только собиралась погрузиться в чтение, как ее внимание привлек один пожилой человек, который присел неподалеку. Официант почему-то присел перед ним на одно колено, чтобы, глядя ему в глаза, принять заказ. Как позже выяснилось, этот мужчина был ветераном Второй мировой войны, и ему только недавно исполнился 91 год. Также, как оказалось, он забыл слуховой аппарат и слышит с трудом, поэтому Дилану приходилось разговаривать громче обычного, чтобы столь солидный посетитель его услышал. Официант помог ветерану разобраться с меню, посоветовал, что выбрать. После того, как заказ был принесен, Дилан попросил разрешение присесть рядом. «Все мои друзья погибли, и мне элементарно не с кем поговорить», – с грустью рассказал ветеран. «Я живу совсем один, каждое утро я просыпаюсь и смотрю в зеркало. Я вижу перед собой старика, который никому не нужен. А ведь когда-то я был молод, как ты, у меня была семья, и я жил полной жизнью. А сейчас я совсем одинок. И так начинается и заканчивается каждый мой новый день». Было видно, что дедушка тронут вниманием официанта, и ему просто хотелось с кем-то поговорить. Он рассказывал ему свои истории из жизни, вспоминал лучшие моменты и иногда потирал слезы на щеках. Для него это был тот момент, когда он понимал, что живет. Никто даже не заметил, что в заведении стало максимально тихо. Все хотели услышать моменты из прошлого этого человека, который видел, как создается история. «Это было трогательное зрелище», – рассказала девушка в своем посте. Люди сидели и слушали старика. Было видно по лицам, что после его слов многие задумались. Девушка хотела заплатить за обед пожилого мужчины, но прежде чем она успела сказать об этом Дилану, сидящий за соседним столом человек попросил принести ему счет ветерана. Также она добавила, «приятно осознавать, что мир не без различных людей». Но дальнейшие события еще больше поразили Лис. Она увидела, как кто-то из посетителей подошел к администратору и попросил его об услуге. Если этот пожилой джентльмен захочет здесь еще раз что-то заказать, то счет выписывать лично на него. Я хочу хоть так его отблагодарить за все, что он сделал. Надеюсь, это хоть немного поднимет ему настроение. К сожалению, Лис пришлось вскоре уйти, но картина, которая предстала взору, была невероятной. Все собрались вокруг ветерана, словно маленькие дети, и затаив дыхание, слушали его истории. А он, как добрый воспитатель, все вещал и вещал. Что стоит поступать по совести, и что важнее всего человеческая жизнь. И о том, что необходимо ценить близких людей именно тут и сейчас. Ведь никогда не знаешь, когда останешься один. Этот случай лишний раз доказывает то, что стоит помнить о своих дедушках и бабушках. Иногда мы забываем о том, что им может быть очень одиноко. Даже просто случайно встреченный на улице пожилой человек может быть безмерно благодарен вам за улыбку и за возможность поговорить с вами. Для нас это совсем не сложно и ничего не значит, а для многих стариков это может быть лучшим днем за последних несколько лет. Ну а на сегодня это всё. Пишите свои комментарии, делитесь этим видео. До скорого!